Спасибо. Здравствуйте, дорогие коллеги. Рада вас всех приветствовать. Да, у кого-то вечер, у нас самый что ни на есть день. Два часа сейчас будет в Саратове. Уважаемые коллеги, пожалуйста, напишите, слышно ли меня, видно ли меня. Тогда я буду понимать, идет у нас процесс, все ли получается. Хорошо, спасибо. Очень рада видеть всех, кого я знаю, и очень рада видеть незнакомых людей, с которыми очень надеюсь познакомиться. Спасибо, хорошо, что все видно, слышно. Уважаемые коллеги, пока еще у нас есть две минутки до начала. Пожалуйста, во время семинара, во время нашего вебинара, можно, конечно, писать. Но, к сожалению, я не смогу, наверное, сразу прям отвечать. Хотя, может быть, и если что-то прям супер важное, то я, наверное, и сразу отвечу. Просто тогда копите свои вопросы. Если они возникают вот к данному моменту, о котором мы сейчас говорим, то, наверное, стоит и остановить, и я готова порассуждать, поговорить с вами на эту тему. К сожалению, у нас связь такая. Вы меня слышите, видите, а я вас только могу прочитать. Поэтому так глаз будет бегать ниже, выше. А перед вами будет презентация, которая, конечно, иллюстрирует, помогает мне, но она не заменяет, надеюсь, то, что я буду говорить. Но и в любом случае мы пока еще не начинаем, не волнуйтесь, кто только подключается. Еще есть полторы минуты, как минимум. У нас сегодня будет речь, будет мое соло. Я очень надеюсь, что это будет соло только потому, что вы меня слышите. Но я надеюсь, что это будет диалог, потому что в нашей профессии без диалога невозможно. Это во-первых. А во-вторых, только диалогу мы и учим. Речевая коммуникация – это в любом случае монолог начинается, диалог продолжается. Плелогом заканчивается и снова по кругу. Рада видеть всех, кто подключается к нам сейчас. Если у кого-то нет изображения, видно, вот слышно хорошо, а видно, хотя, конечно, что тут, ну, лицо, говорящая голова. Что смотреть особенно? Смотрите, главное, чтобы у вас была видна презентация и чтобы вы могли писать мне в чате. Актуальные вопросы. Я не держу сейчас с собой ручку и вдруг я что-то пропущу. Повторите вопрос, ничего страшного. После семинара будет разослано видео. К сожалению, опять будет разослана говорящая голова. Моя задача, если, значит, все, кто сейчас присутствует, у вас будет все. То есть вам пришлют и видеозапись, и презентацию. Те, кто отсутствует, это видео будет залито в Ютьюбе. Соответственно, там презентация не заливается. Когда вам нужно будет написать мне, я напишу свой адрес электронный, и я всем пришлю. Приветствую Турцию, приветствую Сахалин, приветствую Калубу. Всех приветствую, очень рада вас всех видеть. Я не знаю, как у вас у нас карантин, поэтому студентов нет. И у нас такое вот есть ощущение, что можно поговорить. Я не желаю карантина никому, но надеюсь, что вы сегодня уже поработали, и у вас еще есть немножко силы поговорить со мной. Итак, коллеги, 14.01. Сертификаты тоже отвечают сразу на вопросы, конечно. Сразу и ссылка с видео, и с презентацией. И через буквально несколько дней вы получите именные сертификаты. От всех участников вебинара. Давайте познакомимся с кем мы еще не знакомы. Меня зовут Лариса Петровна, фамилия Прокофьева. Я работаю в Саратовском государственном медицинском университете. Заведую кафедрой. Кафедра называлась «13 лет русского языка иностранного». Наше родное название. Два года назад была реорганизация. К нам присоединили еще латинский язык, поэтому теперь называется «Кафедра русского и латинского языков». Ну, понимаете, что в медицинском латинский язык необыкновенно важен. Мы начинаем сегодня с вами размышления по тому, достаточно ли нам методического сопровождения, когда мы обучаем иностранных студентов речевой коммуникации в профессиональной области. То есть наша с вами главная тема – это не просто обучение РКИ, и не столько обучение РКИ, а сколько обучение профессиональной речи и языку профессии. Я, к сожалению, не знаю, кто присутствует на вебинаре. Уверена, в вашем профессионализме это однозначно. Но предполагаю, что есть люди, которые работают в других областях профессиональных, безусловно. Поэтому область, которая универсальная, по всему миру называется «язык для специальных целей», это область большая, область разветвленная, и теоретически она тоже хорошо описана. Вот я выложила маленькое определение из лингвистического словаря, из «Академик РУ». И понятно, что эта разновидность обслуживает профессиональное общение. Когда мы называем профессиональное общение языком профессии, то мы понимаем, что это явление не первого порядка. Да, есть общая речь, да, есть общее владение, как у нас в теории РКИ, а есть профессиональное общение. Оно, конечно, более узкое, но для нашего контингента, для наших обучающихся, оно становится иногда даже важнее, чем общее владение. Ну, не секрет, и все, кто работает, например, с студентами, которые обучаются на языке посредники, так называемые, рингвальное отделение, English-media, English-medium, French-media, по-разному называются, то это бывает иногда, что они не понимают, не хотят учить просто язык разговора на улице, потому что им достаточно зайти в магазин, показать что-то, минимальный набор слов, купить продукты, а главное для них, когда они читают, то, для чего они сюда приехали, язык профессии. Ну, это наша задача объяснить, что без общего владения языка профессии не будет, но проблема такая тоже есть. Да, коллеги, извините, я прерываюсь, отвечая на вопросы. Да, вебинар по ссылке можно будет посмотреть, и если вы мне напишите, адрес я вам напишу в конце, то вы, конечно, и даже там в этом, в YouTube, они напишут адрес, вы можете написать мне, я вам пришлю презентацию. Презентация автоматически будет у всех, кто сейчас присутствует. Те, кто отсутствует, будет только ссылка на YouTube. И я уже пришлю всем, кому нужно, и презентацию в том числе. Спасибо. Все, я возвращаюсь к разговору уже. Если у кого-то проблемы с аудио-видео, я не знаю, что делать, потому что вроде бы как... У меня показывает, что и звук хороший, и вроде я себя вижу в сети, но здесь я уже ничего сделать не смогу, извините. Да, здесь пишет внизу техническая служба, она поможет вам решить проблемы у каждого конкретно. Итак, продолжаем. Язык для специальных целей в нашей области русского языка иностранного, как вы знаете, я надеюсь, все мы это хорошо знаем, это общее владение. Дальше это огромная часть, важнейшая часть научной стиле речи, особенно эта часть важна для тех, кто работает в вузах, с вузовскими студентами, потому что они обучаются на языке науки, и, соответственно, если мы не будем делять внимание научной стиле речи, то их работа, кроме нас, выходя из нашей аудитории, на любой другой профиль, будет просто очень сильно затруднена, если не вообще прекращена. И третья группа – профессиональная сфера владения, та, о которой я бы хотела еще поговорить, и много поговорить, и мы еще отдельно поговорим. В ходе подготовки к этому вебинару родилась идея, пока еще она не поддержана и не опровергнута устроителями этого вебинара, издательством IPR Media, IPR Books, о том, что необходимо, как мне кажется, сделать профессиональной группой, с которой мы могли бы разговаривать, ну, как можно более периодично, но уже более узким составом, то есть тем, кому это супер-супер интересно. Я заметила в последние годы, что мы все становимся подобным студентам, что вот мне сейчас это не надо, я это не буду слушать, я потом, если надо будет, послушаю. Никогда не знаешь, где и когда это понадобится, где и когда это сработает. На слайде, который я вам предлагаю, там первые три книжечки, которые мы издали в издательстве IPR Media, которые как раз, как мне кажется, покрывают понятие общее владение, мы говорим все про лечевую коммуникацию в профессиональной сфере, научной стиль речи и профессиональную сферу владения. Потом вы увидите эти книги поближе, это можно все сделать и в библиотеке IPR Media. Просто пример того, что мы пытаемся эту идею, пытаемся реализовать, а уж как получается, будем надеяться, что получится. Когда мы говорим о научном стиле речи, то во всех наших стандартах и требованиях обозначено четыре профиля. Мы это знаем технические, медико-биологические, экономические, гуманитарные. Я представитель медико-биологического профиля, поэтому здесь больше знаю, но мы говорим, конечно, обо всех профилях, безусловно. Теперь смотрите, когда мы говорим об общем владении, есть ли вообще эта профессионализация или ее еще нет? Я, опять же, не знаю, сколько часов у вас дано, потому что, если есть под факт, то это более или менее, в общем-то, законодательно закреплено, а вот если это курсы, если это обучение на языке посредника, то это решает вы, решайте вы и ваше руководство. Но я глубоко уверена, вот здесь уже не знаю, спойте со мной, давайте мы с вами найдем, может быть, консенсус, но я уверена, что уже там должны быть на общем владении с самого начала должны быть элементы первичной специализации. Мы это попробовали как раз и сделать. Ну, в приказе 255, который, в общем-то, был основным для нас и таким вот значимым, да, то установленные требования, установленные уровни, они говорят о том, что элементы первичной специализации там, в общем-то, не обязаны выдавать. От А0 до А1, самый простой, 80-20 часов водно-фонетического курса, там все программы предусмотрено. Количество лексических слов для минимального владения. Понятно, что это только общее владение. Но вот, издав свою книжечку, которая называется «Хочу стать врачом», мы уже там попытались эти элементы первичной специализации ввести. Я ни в коей мере не рекланирую, я просто говорю о том, что на этом этапе уже, как мне кажется, нужно вводить первичную специализацию. Пока на уровне, посмотрите, на уровне эксики, то есть слов, словосчитание минимально, устойчивые обороты минимально, синтаксические конструкции, типизированные в данной профессиональной области, минимально. Ну и, как мы знаем, в наводно-фонетическом все по кругу идет, но концентрически усиливая, усиливая. И, конечно, минимальное количество стилистически дифференцированной лексики, то есть максимально должно быть нейтрально-литературно. Теперь о чем я говорю. Вот посмотрите, пример наш, медицинский, медико-биологический. На уровне от нуля до А1 в лексическом минимуме есть слова голова, рука, руки, палец, нет, прошу прощения, палец, пальцы уже в А2 появляется, лицо, нога. Это все на элементарном уровне. Доходим мы до А1, доходим мы до базового уровня и появляются слова, которые я маркировала цифрой 2. Появляется слово лоб, появляется слово пальцы, появляется слово нос. Мы в своем вводно-фонетическом, в том самом, который первые 80-100 часов, ввели слова, которые медику очень нужны, и нужны, может быть, даже и не сразу. Сейчас подумаем, почему сразу нужны. Это и кисть, это шея, это горло. Пока такое упреждающее, да, введение этих слов, оно вроде бы как ни к чему не обязывает. Помните, что сопровождается всегда это картинками, чтобы это можно было не только на English Media, но и на подготовительном отделении использовать, там где нет посредника. Ну, в дополнении к лексическому минимуму общего владения 72 слова первичной специализации, профессионализации. Способы подачи слов, ну, это и просто картинка, да, смотрите, эта картинка на самых разных этапах, и при введении звуков, твердых, мягких, и при введении корней, то есть, это просто примеры, как вводится лексика, всегда с картинкой. Смотрите, ну, вот я попыталась сравнить принципы введения тематической лексики. Это то, как мы сделали пособие. Не уверена, что это идеально, не уверена, что это абсолютно правильно, но это на упреждающее, на упреждение работает. Ну, посмотрите, вот на уровне, на уровне А2. Ген, генетика, генетика. Те, кто работает с медиками будущими, понимают, почему. Потому что уже на водных предметах пойдет биология, а дальше научный стиль лечия, переход после экзамена пойдет к преподавателю, который будет это объяснять по-русски, то есть, эта цепочка им нужна. Ну, и так далее. Медицина, медик, медсестра, боль, больница, болезнь, лечение, лечебное лечение, лечить лекарства. Ну, и, конечно, цепочки с использованием специальных медицинских терминов, которые уже на высоком уровне В1, В2. То есть, уже на втором курсе, если это English Media, и на первом курсе, если это обучение на русском языке. Бронхи, бронхи, бронхиальный, бронхиол. Дышать, дыхание, одышка. Дальше. Следующее, посмотрите, словосочетания устойчивые. Я привожу пример нашей области. Красный крест, скорая помощь, белый халат, потому что уже вокруг них все ходят в белых халатах. Уже надо понять, что это знак медицинской профессии будущей. И они мечтают об этом времени, когда скорее они смогут надеть этот белый халат и тоже станут частью этой профессии. Ну, и дальше дематические выражения самые простые. Помните, в лексическом минимуме на втором уже уровне, то есть на базовом уровне, уже встречается болеть, болит, у меня болит. Мы вводим, как вы себя чувствуете, и будьте здоровы. Еще в дополнение к тому, что уже есть лексическом минимуме. Здесь я привела несколько учебников, которые в сети доступны. Они доступны к заказу, есть и новые учебники. Ну, помните, Матрешка – это знаменитый учебник, он был IPR-медиа, вот сейчас переведен, автор дополненного, наверное, я не знаю, изменил, я не смотрела, не читала вступительную статью, я просто увидела, что она только что вышла. Это все учебники по вводно-фометическому курсу. И есть ли там, нет ли там первичной специализации? Скорее всего, нет. На большей части учебников, которые уже изданы, этого нет, потому что они рассчитаны на всех. Неважно, будут это курсы, будут это частные уроки, будут это вузы, подфак, или с языком-посредником, вам не важно. Важно учить одному и тому же русскому языку. И эта методика, она уже 60 лет отработана. Представитель УРДН, я вас поздравляю, с профессиональным делением, замечательно. Это все уже известно всем нам. И известно хорошо нам, что когда мы работаем с конкретной профессиональной группой, будущей профессии, конечно, мы начинаем так или иначе подстраивать эти учебники, изменять эти учебники, и писать свои. И вот когда мы пишем свои учебники, вот к этому мы с вами сейчас и приходим. Есть издательство, которое работает и с бумажными, и с электронными учебниками. Соответственно, если у вас есть материал, который вы готовы представить издательство, и вот он уже содержит профессионализацию, вас возьмут и со распространенными объятиями. Если и нет специализации, но у вас есть учебник ПРК, вас тоже возьмут со распространенными объятиями. Но, что очень важно, что учебники равных издательств теперь можно найти и в библиотеке и Абернбург. Это я об этом тоже скажу чуть попозже. Ну, приказ, которого мы с вами, все, кто работает в ВУЗах, долго-долго ждали. В 2014 году он вышел, 13.04. Это приказ, который утвердил полностью требования, но что он нам с вами не дал. Он нам не дал никаких часов, к сожалению, да, и он нам не дал никаких четких указаний к требованиям. Ну, например, что мы должны требовать от студентов, которые приходят на первый курс. То есть мы с вами понимаем, что В1 это тот самый минимум, без которого учиться невозможно. Но всегда ли он есть, как это сделать, как проверить, у всех ли есть вступительные экзамены по уровню В1. Я на секундочку отвлекусь, потому что очень интересный вопрос, сколько вводить новых лексических единиц на каждом занятии. Я психолингист, да, и поэтому я отвечаю сейчас даже не как аркаист, а как психолингист, потому что есть слова, которые присоединятся к нашему сознанию, к сознанию нашего обучающегося, потому что уже есть однокоренное слово, к примеру, а есть слова, которые совершенно новые. И вот таких слов говорит психолингвистика больше 10 добавлять не рекомендуется, потому что этот порог 5 плюс-минус 2, 7 плюс-минус 2, который в психологии озвучивается, на моем опыте он показывает, что до 10 работает хорошо, больше 10 бесполезно. Не работает, не усваивается. Вы знаете, вот введение латинского языка на нашей кафедре добавило мне еще одно убеждение. Я вижу, как студентам дают огромное количество латинских слов, и преподаватель латиниста знает, что дать больше 15-20 русским студентам слов бесполезно. Больше можно не давать, не выучить их. Память наша ограничена. Ну, а иностранцы, для которых язык совсем чужой, вот там, на мой взгляд, 10, ну, нравится нам 10-ричная система, давайте 10. Нравится 7 плюс-минус 2, давайте 9. Но, просто нужна еще дополнительная поддержка. Опять же, раз вопрос был займите, отвлекусь, коллеги, опять как психолинвист, ну, вы понимаете, да, что если у человека различные виды памяти есть, значит, они по-разному работают. А раз студенты по-разному работают, да, и у каждого какая-то память лучше. Поэтому, когда мы даем новые слова, задействуйте основные виды памяти. понятно, что мы их говорим, да, то есть задействуют слуховая, у кого-то она прекрасная. Понятно, что они даются написанными, глаз прекрасно работает, зрительная память у детей обычно сильная, особенно у всех странах, где заучили наизусть просто обязательная в Индии, да, это обязательные условия, так вот, там у них хорошо зрительная память, но мы забываем всегда еще про две очень важных виды памяти, про моторную, опять же, мы с вами хорошо знаем, да, потому что прописи, опять же, ты не отменял, когда мы прописываем новое слово 10 раз, оно закладывается и сюда, и сюда, и главное, моторная память работает. И четвертая память, которую мы тоже часто забываем, это артикуляционная, мы на занятиях все время артикулируем слова, чтобы запомнить их произнесение. Продолжим, коллеги, пока вопросы, которые я вижу, пока я не могу на них отвечать, мне нужно пройти по главному, но я вижу эти вопросы, спасибо. Так вот, в приказе, о котором мы только что говорили, 13.04, там появились, кроме профиля, вернее, вместо профиля, к которому мы уже привыкли, помните, четыре профиля, появились направленности, эти направленности связаны именно с обучением в конкретном ВУЗе, естественно, научная, это вступительный экзамен на математика, физика, химия, это инженерно-техническо-технологическое вступительный экзамен на математика, физика, информатика, это все для подфапа, для студентов иностранных, гуманитарное общество о знании и истории и литература, экономическое общество о знании и истории математика медико-биологическая физика химии биологии и русский язык везде по закону об образовании вступительным экзаменом по языку и обязательным для всех вузов является русский язык это закон который мы приступать не можем соответственно эти предметы которые обозначены извлекаясь 13-4 это предметы которые мы должны с вами ввести на этапе специализации и дальше к этим предметам должны специалисты готовить чтобы ребята поступили лучше учились соответственно идем дальше рекомендация приказа опять же все кто работают под таками все это приказная и все знают что вы уже готов там висит на сайте как проект нового приказа в котором исправлено 1008 часов аудиторного занятия на 1080 уж там явно было просто опечатка я думаю было но пока он не принят поэтому так висит видит проекта а в том приказе который был членом году написано 1008 часов аудиторных занятий из них не менее 612 по русскому соответственно коллеги мы знаем что 720 740 780 это норма для подфака этот приказ устанавливать минимум минимором я надеюсь что руководители ваших вузов дают больше соответственно дальше после основного то есть основной курс русского языка вводные предметы в нем но в этих часах научности речи и страновидения по-хорошему это от 780 до 840 вот недавно я была в беларуси у них больше 800 по моему до 740 в минском белорусском медицинском университете но это опять решает каждый руководитель вместе с руководителем кафедры я не буду зачитывать металлические задачи потому что в общем вы их можете посмотреть и вы их знаете если вы работаете но в любом случае эти задачи стоят перед преподавателем на каждом занятии на каждом не может быть что сегодня есть завтра нет новые лексические единицы без контекста отрабатывать можно только в самом-самом начале на водно-фонетическом когда еще контекста нет то есть текстов еще нет да вот на водно-фонетическом текстов еще нет есть слова словосочетания и простейшие идиоматические выражения но как только появляется текст эти слова конечно должно появиться в контексте безусловно то есть логика от слова к тексту никто ее не отменял она как была так и есть так и остается логика от слова к тексту просто мы говорим о разных уровнях помним задачи вводного курса в общем-то нам тоже всем понятно это и разные виды ключевой деятельности говорение чтение письма аудирование и такая компетентность и секрет компетентность и самое важно мы понимаем что если мы не подготовим обучение на русском языке то вся наша работа превращается в игру с как это печатка была поэтому одно да потому конечно там такого где-то что-то съехала простите если мы не подготовим себя нибудь понимать что говорит преподаватель зачем он это говорит в общем учиться он не сможет а виноваты будем опять мы с вами потому что как только они начинают чувствовать что их понимают в магазине а еще если их понимает русские девочки боже мой такое сразу счастье все я говорю по-русски я встречаюсь каждую каждый 1 сентября и каждый сентябрь я все время знаете только выжимаю плечо свое от слез потому что приходит я крутой я говорю по-русски сама у меня полно русских людей я со всеми разговариваю меня понимают я пришел на лекцию я ничего не понимаю я пришел на практическое занятие ничего не могу сказать это часто бывает когда приходят дети подготовленные ну не так как надо ну как часто бывает так сожалению вы с вами знаем все работают по-разному ну и введение научный стиль речи мы все знаем его как угодные линдо предметный курс и еще мы говорим водные предметы эти предметы в каждом будет свои связаны с его направленностью здесь я вам показала замечательный учебник которым сама пользуется русский язык для вас рубри замечательная совершенно учебник который сделан для будущих медиков которым мы начинали работать и лучше потом делаем уже свои ученики а вот эти четыре учебничка это наши которые мы опубликовали в издательстве хринта наука если вдруг вам будет интересно это для подпака но мы можем использовать его и на первом курсе когда дети детей надо в водно-коррективном на водно-коррективном курсе немножко нивелировать ну сделать их хотя бы понимающие друг друга в медицинской профессии но это эти вводные предметы есть практически любой направл даже не практически соответственно цель пособий это продолжать направленности заполнять пособие потому что если то что популярно технические профессии медицинской профессии это уже делается активно делается гораздо меньше всего этого но тоже все это уже есть для гуманитарной направленности для естественно научных из процесс работы продолжает вопрос идет и если у вас есть что-то что вы чем-то готовы делиться другими то издательство вас ждет там прекрасно редакторы я думаю что вы сможете доработать и переработать и сделать лучше что у вас есть переходим от вводной части вспомните нас уже прошло две части первая часть это элементарные слова про кубертическое введение слов будущей профессии на этапе вводного фронтического курса дальше на базовом курсе и в общем то уже все начинается вводные предметы это базовый курс полностью уже заканчивается в базовый курс вы переходите к а2 b1 уже начинается ну экзамен прошел начинается уже предметы на русском языке специалисты которые ведут и соответственно начинается у вас предмет который называется научный стиль речи научные стиль речи мы формируем принципиально новую коммуникативную компетенцию это как компетенция которая не пригодится им скорее всего в магазине и вообще с девушками но пригодится в учебно-профессиональной сфере общения ну и здесь у нас явное деление на две предметная компетенция и дискурсивная компетенция эти две компетенции требуют конечно своих металлических приемов потому что у них различаются металлические задачи пример учебников вы увидите вот вы видите их здесь на слайде и увидите очень много и вы знаете вы сами можете их показать потому что это учебники которые без которых мы с вами не сможем научные конструкции вести иначе нам просто придется работать не 6 часов в неделю а 160 часов в неделю 380 часов в неделю которых просто нет недели не сможем существовать а эти учебники это уже концентрация опыта который лучших вузах и лучших умов уже произошел этот опыт он уже в учебниках безусловно вот я очень люблю учебник это и поистину куриленко потому что мы с ним работаем очень плотно потому что пишем свои учебники и я здесь выложила себе на столе учебники из моей библиотеки у меня на огромные это тоже это учебник казань это учебник из санкт-петербурга это любимый учебник из ростова-на-дону я пока показываю вам то что научные учебники которые дальше у меня здесь лежат еще учебники профессиональной коммуникации это уже следующий этап в общем учебники уже появляются уже несколько для гостиниц ресторанов последние годы прямо знаете хорошо пошло учебники появляется они дешевые но если вы хотите то вы этот учебник можете найти купить доказательства у вас уже есть возможность еще 15 лет назад вот ничего не было и бедные преподаватели сами пытались сделать а конструкции научного стиля вроде бы области предметные одни и те же но они разные совсем разные в гостиницах и ресторанах и медицине поэтому неусловно здесь важно что есть люди которые опытные они уже это сделали здесь я привела примеры издательства атера медиа рекламу читайте сфера профессионального владения это речевая коммуникация в двух основных областях деловое профессиональное владение общение и неформальное профессиональное общение это тоже мы знаем и это это приводит нас еще и к разделению делению русским деловое общение письменная речь и устная речь в каждом каждой профессиональной направленности существенное различие между письменной и устной ну опять же я свое медицинском понимаете мы все бывали например у врача и та коммуникация которая у вас идет устно и то что записывает доктор в карточке что потом вы видите пытаетесь почитать это как будто бы два разных языка ну соответственно для наших студентов письменная и устная речь тоже должна в голове четко делиться что это и это отличается отличается тем-то 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 и тем-то с этим работать нужно много и очень профессионально примеры учебников конечно их много они замечательные это примеры учебников которые уже звучали еще могут прозвучать это различия профессиональной речи устной и профессиональной речи письменной я ничего сейчас не говорю о профессиональном сленге к этому мы тоже с вами придем потому что в любой профессии есть идеальный литературный язык а есть слова которые используют свои речи люди внутри профессии и никто этого не отменял и наши студенты начиная общаться например на дежурствах с врачами и с ординаторами русскими они сразу говорят ой а так много новых слов это я не говорю про инъективы это я говорю про профессиональный сленг ну и знаете там шутка такая у нас есть наши студенты когда учат профессиональную лексику термины особенно они слышат от нас дарение литературное правильно приходят в больницу и слышат рентгенография наркомания рефлюкс ну всякие ну и конечно в общем они уже не обращаются к нам кто правильно они просто начинают копировать и говорить так как удобно в профессиональном сообществе извините извините итак что делает вуз когда составляет книги или собрание книг для иностранных студентов он обратите внимание этот опрос произвела компания pr-меди и вот она пришла к такому выводу что собственных материалов больше всего и коллеги я абсолютно в этом уверена что материалы которые опробированы собственно в классе которые вы точно знаете что они работают ну они наверное самые полезные тогда возникает второй вопрос а все ли что у меня хорошо будет хорошо у других то есть могу ли я поделиться своим и будет ли это хорошо коллеги мой опыт показывает что делиться надо на 300 процентов потому что оказывается что изобретаешь изобретаешь велосипед потом знакомишься с прекрасным с прекрасным крымским медом и понимаешь что люди велосипед уже изобрели а ты его только модернизируешь ну тоже молодец тоже хорошо да ну как здорово познакомиться и дальше делать дело вместе я к тому опять возвращаюсь от чего с чего начала давайте профессиональные группы создавать и работать вместе потому что иначе только встречаясь на конференциях где каждый прочитал свой доклад и побежал скорее смотреть город смотреть какие-то вещи которые хочется посмотреть а не говорить только о работе в нерабочее время получается что мы сами себя обедняем слушаем не слушаем чужие доклады есть ли у нас порог какой-то знаете утомляемости все ли можно слушать всегда ли это можно слушать ну как всегда да мозг отключается когда кажется что это не важно раз 80 процентов у нас с вами это нашего родного самостоятельного значит надо помогать делиться друг и может быть даже и даже я тоже уверена что за этим будущее это коллективы большие творческие коллективы которые работают в разных местах у которых апробируют свой опыт и соответственно дальше могут уже делиться друг с другом все я с удовольствием работаю по этому учебнику которые были куплены подарены в разных местах я работаю я все из них беру не могу сказать что один учебник с начала до конца но по крайней мере работа с ним идет коллеги так как это этот вебинар организован издательством IPR Media ну здесь я соответственно не могу во-первых не рекламировать вещи которые о которой давно говорили большевики но наконец-то это тоже все созданы платформа библиотечная платформа русский язык как иностранных вы заметили что когда появился появилась программа экспорт образования это прямо только-только первые годы те кто в этой программе уже я вам завидую изучки но мы так работаем все в этой области но экспорт образования получают деньги не все так вот нам всем оказалось что важнее всего в социальных сетях это наше профессиональное сообщество и потому что мы хотим в нерабочее время говорить о работе а потому что оказалось что мы опять и опять изобретаем колесо велосипед хотя все уже изобретено а соединившись друг с другом у нас получается во-первых двойное знание а во вторых мы просто облегчаем себе жизнь правда облегчаем себе жизнь потому что если хорошо сделан под ваш курс учебник другим то вы берете и вы работаете как здорово так вот платформа русский язык иностран она сейчас только еще тестируется но что уже что мне уже очень нравится потому что я месяц ее тестирую не видали для того чтобы протестировать и вот высказать свою точку зрения свое понимание это важно во первых что это вместе с фондом русский мир это раз второе что это не с нуля создание материалов а они покупают у известных нам и любимых издательств Златоуста МГУ то есть издательств русский язык курсы из издательств которые уже давно и хорошо работают и с бумажными и с электронными вариантами то есть не все конечно а то что продают издательств то что они могут дать то что они могут вложить в эту платформу там появляются эти книги все вопросы по поводу того как эта платформа работает что она особенный протестовый режим потому что я вам очень рекомендую протестировать посмотреть нужна она вам не нужна насколько нужна потому что там очень много задумок очень много интересных возможностей которые еще не реализованы но если вы скажете что это нужно то может это все и появится так вот в этой платформе книги с которыми можем работать и мы и могут работать студенты а 25 февраля 3 часа по Москве там ссылочка где-то сейчас тоже появится или уже появилась я не обратила внимание будет именно вебинар по поводу этой платформы здесь отвечают сразу технические помощники поэтому коллеги читайте я ее уже месяц тестирую второй месяц поэтому я уже много знаю и очень очень интересно я так это издательство которое на платформе представлены обратите внимание все нам знакомы все что мы используем все что мы покупаем патология сейчас идет систематизация с вашей помощью это систематизация продолжится это грамматика это по видам умений чтение уверенно письмо говорение это для детей это для взрослых то есть идет идет еще работа над интерфейсом но уже есть и много книг и уже видно как они загружаются то есть здесь все это обратите пожалуйста внимание я не представитель пирмиде я просто издала три книги четыре книги в этом издательство и поэтому что-то уже могу говорить потому что мы с ними работаем уже не один год и даже не два года и наша библиотека нашего вуза закупает библиотеку биомедиа уже по-моему четыре года мне кажется что четыре года уже есть вот перед вами контакты вот это нет это не то каким-то волшебным образом у меня исчезла часть в которую я сейчас вернусь мы вышли к последней части которая необходима ключевой коммуникации это коммуникация профессиональная помните не только устная и письменная а это коммуникация профессиональная в большом смысле к сожалению в стандартах нового поколения 3++ профессиональная коммуникация отнесена к педагогическим дисциплинам а не лингвистическим и поэтому здесь вариант как бы как себе вернуть материал наш у иностранцев это просто изменить название не называть ее профессиональной коммуникацией а называть речевой коммуникацией в профессиональной области как вот я и сделала и здесь тоже материал у нас есть но наверное может мне я просто плохо знаю другие предметные области другие направленности коллеги вы мне можете подскажете лучше но в медицине это представлено наиболее системно потому что диалог врача с больным это то что знакомо каждому из нас каждый однажды но был на этом диалоге участвовал чаще всего конечно как пациент конечно да и вот смотрите этот учебничек который мы с вами любим медики любят учебник диалог врача с больным в клинической практике он стал ну по крайней мере для меня он стал отправным до этого тоже существовали небольшие учебники пособия были они уже и до этого в языке с языком медицине связаны но с этого момента они появились и стали регулярными и опять же есть замечательные большие вот пособия вузов и вот и вот и 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 Продолжение следует... 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 25-го, когда будет вебинар, я думаю, что там вам дадут, наверное, какой-то допуск, потому что мне давали пробный допуск, пробный логин, пароль, и поэтому я смогла им пользоваться. Но я так понимаю, что это не я одна, у нас таких много было. Так как это издательство находится в Саратове, то нам страшно повезло. Вот, видите, регистрация на вебинар, конечно, все это бесплатно, безусловно, потому что все еще тестируется. Но там уже появились, понимаете, там тоже мы хотим, вот мое тестирование заканчивается тем, что я вижу какие-то недостатки, как мне кажется, недостатки в платформе, и высказываю свои замечания, как, опять же, мне кажется, замечания. Но если это только я высказываю, это только мое, а если высказываете еще вы, значит, это будет ясно, что нужно будет переделывать что-то. Но если все замечательно и прекрасно, то дальше работайте со своим руководством, потому что электронные библиотеки, это наше сейчас не просто обязательное условие, это условие аккредитации, понимаете, да, но это и спасение, потому что купить на каждого студента учебник, который стоит, молчу, сколько стоит дорога в Россию, например, все замечательно. Мы уже не в состоянии. Мы вот купим вуз, да, эту дорогу в Россию, мы на нее молимся, и если студент попался нерадивый, а не у всех в странах отношение к книгам, как у нас, да, не у всех. И пирожки заворачивают, и чай ставят, и уже купить новую дорогу в Россию для них невозможно, и для нас мы ее теряем. Поэтому, конечно, возможность электронных учебников сейчас для нас это просто спасение. Опять же, нам не нужно будет ничего, ни у кого красть, ничего копировать, а все легально, все законно, и мы используем то, что куплено в нашем роде. Слушаю вопросы, коллеги. Только я рада, что вызвала интерес платформах, потому что я надеюсь, что если они сделают так, как нам всем удобно, то это будет полезно чрезвычайно. Не просто галочка, да, а что это будет еще и наша с вами работа. Работа. Коллеги, я очень рада вас видеть, мы так редко видимся, к сожалению, да, даже те, кто живет в одном городе, увы, увы и увы, но это необходимость есть. Поэтому, когда вузы устраивают, спасибо, Владимир, спасибо, спасибо, это неподвижничество, это просто желание. Так, учебники, да, 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 я знаю, спасибо, это очень хорошее, то сейчас за последний год начали появляться, появляться места, где можно учебники качать, где можно покупать, да, Литрес наш любимый, все понятно, но есть профессиональная библиотека, вот пока, вот видите, это профессиональная библиотека, а раз профессиональная библиотека, то мы можем в нее дальше добавлять и с ней работать. Чем еще хорошо? Тем, что это не просто библиотека, это издательство. То есть мы можем напечатать, мы можем свою книгу сошерить, мы можем с ней работать и дальше, помогать работать коллегам. Спасибо, спасибо большое. Вопросы, вопросы, вопросы. Сейчас я теряю, не вижу я, как вы видите. Ой, это, Владимир, прекрасный вопрос про смешанную группу. Вот, конечно, смешанное, когда и инженеры, и медики, это просто, знаете, я уже не знаю, как это сказать, нарушение чего. Закона-то нет, понимаете, поэтому руководство может делать все, что считает нужным, и сажать студентов или будущих студентов в одну группу, кого угодно, и таких много, когда мало под папок. Но однозначно, что это не одинаково. Конечно, поэтому работают вместе. Вы знаете, как мы, опять же, это мой личный опыт, вот у нас есть будущие студенты, а есть будущие ординаторы. И коллеги медицинских клубах работающие, все прекрасно знают, что если в группе сидит будущий ординатор, который уже имеет 6-7 лет базового медицинского образования, то ясно, что до А2 он с ними, он учит язык, он учит сообщение, а дальше все, ему нужно что-то другое. И вот дальше начиналось у нас самое интересное, то, что я придумала лет, наверное, 10 назад. Я брала их и начинала с ними специализацию, то есть я начинала учить их разговаривать с пациентом. Это не было курсом, это была чисто моя инициатива бесплатная. На время предметов я их забирала к себе в кабинет и с ними работала. Вот это и есть решение проблемы, ребята, но это решение какое? Индивидуальное. Поэтому нужно просто биться с руководством, чтобы в одной группе люди, которые должны поступать на разные факультеты, чтобы их там не было. Опять же, вы можете совершенно четко говорить руководству своему, что видите, есть приказ. По этому приказу у этих такие предметы, а у этих другие предметы, и что вы нарушаете приказ министерства, а это тоже чревато. Ну, такой маленький шантаж, извините, но это не шантаж, это правда, потому что нарушение приказа. Другое дело, второй вопрос, не знаю уже о нем вы говорили или нет, это смешанная группа на первом курсе. Вот когда у меня в группе Казахстан, Туркменистан, африканские студенты, арабские студенты, это уже совсем недолежащего, потому что здесь четыре разных подготовки и четыре разных урока. Представляете, как работает преподаватель? Он только работает с малыми группами, потому что по-другому никак нельзя. Вот в чем дело. В сербии привет. Коллеги, опять у меня убегает строка, и я не вижу. Я не вижу предыдущие вопросы. Сейчас попробуем, не знаю, не вижу. Я очень рада, что вы вопросы задаете. Может, напишите мне сейчас что-то из последнего? Потому что я видела какой-то, когда я начала отвечать на предыдущий вопрос, я увидела что-то, но уже глаз не ответил. Ага, по поводу введения лексических единиц. Вот 30 новых слов. Опять же, я вам говорю, как психоинвест. Не идет. Может, теоретически, кто-то когда-то это в РКИ предложил, и пошло дело. Может быть, на реально, чтобы работало, не идет 30 слов. Не идет. Я, знаете, что делаю? Я даже старшекурсником на занятия, где уже какой-то там уровень, B2 уже с модулем медицинной биологии, надеюсь, что B2, конечно. Потому что я распечатываю постоянно прописи, даю слова в новую группу, в новую терминологическую группу. Потому что там, где есть латинские слова, и это язык английский или язык французский, то есть есть корни общие, дай бог, все здорово. А если это арабские студенты? Все, там ничего нет общего. Для них это что в латинский, что в английский, какая разница? Он все равно это не знает. Да, конечно, коллеги, если вопросы, вот адрес написан, Прокофьева, LP, Mail.ru. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу. С удовольствием. Опять же, и скайпы есть, все есть, все разные варианты. Можно начать с электронной почты и дальше уже прийти к общению индивидуальным или групповым. Не проблема совершенно. Это мне что-то двигается еще. Поэтому я считаю, что 30% это много. Я понимаю, что надо все усваивать, но значит как-то по-другому. Приветствую, мужскую область. Коллеги, есть еще что-то? Я думаю, что мы только начали, и мы с вами просто поставили проблему, что мы друг другу нужны. Правда? Да? Вот я чувствую, что вы мне очень нужны. Не знаю, насколько нужна вам я, но вы мне нужны очень. А уж те коллеги, с которыми мы давно общаемся, давно дружим, вот это 9 слов, да, 7 плюс-минус 2 работает 100%, 150%. Это работает. А дальше вы начинаете смотреть на вашу группу. Какие у вас дети? И все ли, то есть будет ли у них дополнительно что-то работать? Иногда попадаются звездные дети, они усваивали 15 слов, нет проблем, да? Есть отдельные звездные, отдельный ребенок в группе, есть звездный, который может и 30 усвоить, но группы не усвоят. Для подготовивших на весь курс подготовительного отделения, вы считаете? Вот у нас, сейчас скажу, 720 основной курс и 60 страноведения, то есть 780, да? Если они начинают в октябре, то нормально, мы все успеваем, с 1 октября, например, да? Но как-то стоит только опоздать с заездом, боже мой, что начинается? И начинается сразу, мы начинаем гнать это, пропускать это, потом, потом. Если мы себе готовим, то потом может быть что-то сделаем. А если мы не себе готовим, то что будет? У нас-то, конечно, для нулевого делового русского нет и быть не может, потому что нулевой уровень – это нулевой. Сначала нужно хотя бы вводно-фометически, а вот отдельные слова делового уровня, если помните, да, мою вот эту главную интенцию, что да, можно вводить слова уже на нулевом уровне, но только пока слова и словосочетания. Ну, деловой речи, деловой речи нет еще. Другой вопрос, когда вы начинаете, когда приходят бизнесмены, говорят, я еду в Россию, у меня через месяц мне нужен контракт, я хочу понимать, извините. Какие бы деньги он вам ни предлагал, скажите ему нет. Потому что ни за месяц, ни за полтора понимать, что ему там подсовывают в контракте, и что ему говорят, вы не сможете научиться. Соответственно, вы понимаете, что вы все будете виноваты вы. Поэтому здесь есть. Если студенты разной подготовки, то здесь индивидуальное мастерство преподавателя. Увы, увы, нет, китайцы это за шесток часов, это просто нет. Я была, знаете, в свое время очень хорошо, прям так шокирована в УДН, что они китайских абитуриентов, ну, под факт, на полтора года приглашают. Полтора года, вот это да, вот это уже можно научить. 600 часов на все, китайские студенты с фонетикой, совершенно другой нет. Нет. Во-первых, 600 часов, обратите внимание, нарушения. По приказу хотя бы 612. Уже можно воздействовать. А вот, возвращаясь к вопросу в детках разной подготовки, ой, здесь преподаватель начинает просто изощряться, да. И об этом тоже сейчас я заметила, стали появляться статьи. Работа называется «В смешанной группе». Работа в смешанной группе. У меня у самой есть две статьи с коллегами, с кафедрой. Потому что, когда мало было студентов, да, группы были смешаны. Когда их стало много, ну, стараются уже хотя бы по уровню языка разделять, чтобы не были дальненькие, ближненькие в одной группе. Но и такое, к сожалению, бывает. То и то, и другое вместе. А здесь разные уроки. По большому счету, по секрету, скажу вам, да, там и программы должны быть разные. И мы сейчас тоже готовим для IPR-медиа, пишем учебник. Не знаю, когда это получится, но мы пишем учебник для студентов из ближнего зарубежья. Потому что мы столкнулись с очень большими проблемами, которые не решаются просто средствами РКИ. То есть нужно добавлять к РКИ русский язык и добавлять психологически всякие еще приемы. Это тоже проблема. И если у вас есть материалы и вы хотите, я прям приглашаю вас в нашу творческую группу. Потому что мы над этим геемся давно и пока не готовы сдать печать, потому что все время видим, что вот появляется еще кто-нибудь из Таджикистана, у которого русский язык был пять лет назад вообще. И кроме нулевого уровня ничего больше нет. Нулевого плюс А1, домашний уровень. Увы, увы. Поэтому здесь вариантов очень много. Спасибо вам, коллеги. Это первый для меня вебинар. Поэтому я очень волнуюсь. Тем более технические всякие проблемы были. Перед послечением я еще больше удовольствовала. Да, идей очень много. И что меня особенно и радует, что люди, которые начинают, которые разговаривают об этом, они эти идеи начинают реализовывать. Это здорово. Потому что, познакомившись с Крымом, познакомившись с Казанским медом, познакомившись с Пензенским университетом, мы начинаем работать вместе. Это так здорово. Спасибо. Спасибо. Я рада. Я вам благодарна за высокую оценку. Спасибо. Да, дебют состоялся. О, я дебютантка. Это здорово. Мне очень нравится новое. Пробовать. И чем дальше, тем больше. До встречи. До встречи. Спасибо большое. Давайте встречаться. Калуга. Привет. Привет. Всего вам доброго. До свидания. Будьте здоровы. Никакого карантина, чтобы у вас не было. Всего доброго. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»